Угроза распространения новой коронавирусной инфекции вносит коррективы в планы кировчан и апотечан на отпуск. О том, что делать в сложившейся ситуации с авиабилетами и путевками, наш следующий материал. Путевки семьи Соколовых обошлись в 250 тысяч рублей и меньше чем через неделю. Кировчане должны были греться на солнышке в Доминиканской республике. Билеты куплены 4 месяца назад. Отпуск согласован с работодателем. Но Всемирная организация здравоохранения объявляет пандемию по коронавирусу. И кировчане отказываются от отдыха за границей. Отпуск у нас планировался, естественно, с детьми. 11 дней мы должны были там находиться. Мы хотели отдохнуть, хотели покупаться на море, насладиться солнечными лучами. Соколовы принесли отпуск на начало июля. Если вообще отказаться от путевки, можно потерять до 90% ее стоимости. Зависит от срока отказа. Светлана, что делать, если кировчане или апотечане попадают в такую ситуацию? Куда обращаться? Какой порядок действий? Ну, первое действие – это все-таки связаться, выйти на сайт Ростуризма, позвонить на горячую линию. Перенести отпуск, конечно, можно. Это ваше право. Согласуете вы с туроператором. Они вам обязаны перенести на ту дату, которая вам удобна. Учитывая всю ситуацию с коронавирусом, наверное, лучше поберечься. И самое главное, возможность есть, чтобы перенести отпуск. Конечно, нужно менять планы, нужно менять планы близким. Но возможность есть, как в семье у вас отреагировали, что вы отпуск переносите немного? Ну, дети расстроились. Мы с мужем отнеслись спокойно, потому что здесь должен все-таки присутствовать, преобладать здравый смысл над ситуацией. Надо поберечь себя и своих детей. 17 марта Ростуризм запустил горячую линию. По телефону или электронному адресу можно получить информацию об ограничениях для туристов. По посещениям стран, правилах возврата, авиабилетов и турпутевок, а также мерах безопасности. Продолжение следует...